Вот принести мир может только тот человек, от которого зависит война, тот человек или те люди, которые воюют и в состоянии эту войну остановить, если они в состоянии эту войну остановить, то только они могут принести этот мир, они могут остановить кровопролитие. Кровопролитие не может остановить ни твой родственник из Серженьюрта, где-то работающий фермером, ни сестра твоей жены, которая работает где-то поваром. У Аллахи вы знаете, что ни в одной мечети Чеченской Республики вы не можете зайти и произнести слова Единобожия, вы не можете прочитать ни одну проповедь о Единобожии, вы не можете рассказать людям о том, что Многобожие приведет их в ад. Как ты можешь называть предателями людей, которые принесли мир и безградовое небо над головой? По-твоему, лучше истребить весь народ, но зато показать, что мы очень воинственные, нам дают исповедовать нашу веру, работать и зарабатывать. Это гораздо лучше, чем идти на бессмысленную амбразуру. Ох, какой же это лживый комментарий. Итак, люди, принесшие мир и безградовое небо над головой, это самая популярная кадыровская ложь, с таким огромным энтузиазмом, распространяемым ими. Покажите нам, каким образом они принесли этот мир. Вот, принести мир может только тот человек, от которого зависит война. Тот человек или те люди, которые воюют и в состоянии эту войну остановить, если они в состоянии эту войну остановить, то только они могут принести этот мир, они могут остановить кровопролитие. Кровопролитие не может остановить ни твой родственник из Серженьюрта, где-то работающий фермером, ни сестра твоей жены, которая работает где-то поваром. Понимаешь, у человека должна быть такая возможность, он должен обладать таким влиянием, такой возможностью, чтобы эту войну остановить. Российско-чеченская война, последние войны в 90-х годах, они были развязаны Россией, и остановить эту войну можно было только в случае договора, если противоборствующие стороны бы договорились, либо в случае полного уничтожения. Хотя второе назвать остановкой войны нельзя, потому что здесь уже будет полное уничтожение и отсутствие людей сопротивляющихся. В данном же случае, то, что ты выдаешь за остановку войны, здесь просто оккупация, здесь просто победа в очередной битве российской стороны. Здесь нет никакой остановки войны. Кадыров не был лидером чеченского сопротивления, который бы мог договориться с российской стороной и остановить войну. Кадыров был предателем, перешедшим на сторону России и вместе с Россией, боровшимся с чеченской армией. Он россиянин, он российский политик, он российский чиновник, понимаете? Он один из них. И он вместе с ними боролся. И вместе с ними в этой битве они просто одержали победу. В очередной битве. Как одерживали эту победу в начале 20 века, это тоже была одна из битв, когда нас оккупировали. Затем нас выслали, затем в 90-х годах мы восстали, мы освободились, они вошли опять, развязали очередную битву. Эту битву мы победили, мы их выгнали, они развязали очередную битву. В этой битве теперь победили они. И одним из них является этот Кадыров. Он не может остановить войну. Вы, это ваша пропаганда, она слишком дешевая. Она для людей неразмышляющих. В это не может поверить человек, у которого есть хотя бы немного рассудительности. Кроме как вашей слова, что он остановил войну, за этими словами нет ничего. Вы можете показать мирный договор, который он подписал с российской стороной, допустим, как лидер чеченского сопротивления? Можете вы показать? Вот это был бы факт, что он остановил войну. Войну в 96-м году остановил Масхадов и Лебедь, подписав Хасайуртовские соглашения, перемирия. Вот это была остановка войны. И есть доказанный факт, есть мирное соглашение. Затем был мирный договор, подписанный Асланом Масхадовым и Борисом Ельциным. Вот тебе факт. И договор называется мирным. Заметь. Вот они принесли мир, подписав договор. А вот что принес Кадыров, скажи мне, вот как ты докажешь, что он принес какой-то мир? Подписал ли он какой-то документ? Нет, Кадыров просто стал предателем, стал одним из чиновников российских и вместе с ними просто стал уничтожать чеченцев. И в этой битве по уничтожению чеченцев они одержали вот эту временную победу. Далее ты пишешь. По-твоему, лучше истребить весь народ, но зато показать, что мы очень воинственны. Нет, по-моему, это не лучше. По-моему, не лучше истребить весь народ. И никто не говорит о истреблении всего народа. Никогда, нигде в моих выступлениях ты этого не услышишь. Но выдавать предательство за какое-то благое деяние, что якобы, если бы он тогда бы не предал, то народ был бы уничтожен, это опять-таки очень дешевая пропаганда для людей совершенно неразмышляющих. Предатели были всегда и до Кадырова, и они будут после Кадырова. Они были и всегда будут. До Кадырова был Гантемиров, был Хаджиев, был Авторханов, был Какиев. И сколько их было. Но никто из них не стал таким любимцем у России. Поэтому не было вот этой всей пропаганды с разговорами о том, что вот они, мол, спасли народ, что, мол, они принесли мир, что если бы не они, весь народ был бы уничтожен. А на самом деле разницы в них нет никакой. Все они одинаковые предатели. И до них их было немало, и после них их будет тоже немало. И судьба чеченского народа, его существование, оно никак не зависит от предательства предателей. Никак от этого не зависит. Предательство предателей только усугубляет положение нашего народа. И здесь вот хочу напомнить вам слова из вашего любимого сериала «Эртугрул». Они тогда вырезкой очень сильно распространялись. Где вот один из предателей тогда говорит примерно то же самое, что и ты. Он говорит, что я монголам служил только для того, чтобы сохранить наш народ и так далее. На что, чтобы наш народ не был в угнетении у монголов. На что «Эртугрул» ему отвечает. Если бы не такие предатели, как ты, нашему народу не нужно было бы унижаться перед монголами. Из-за таких, как ты, мы терпим эти поражения. Поэтому я скажу тебе то же самое. И именно из-за предательства предателей, таких, как Кадыров, Гантемиров и прочих, мы и терпим вот эти вот поражения в этих очередных битвах. К сожалению. Во-первых, если ты не видишь разницу между Чечнёй в военном положении и Чечнёй в нынешнее время, это твоя проблема. Окей. Во-вторых, по мне, лучше не иметь никакого соглашения и документа, но с этим не иметь выстрела в артиллерии и во дворе, чем иметь фиктивное соглашение и через пару лет вернуться в освоясь. Но это типичная рабская сущность твоя, говорить сейчас тебе. Ты сейчас говоришь, как любой раб. Ведь раб именно так рассуждал всегда, что лучше сегодня иметь, не иметь свободы, зато иметь крышу над головой и стабильный паёк, когда тебя будут кормить. Хозяин раба, он его всегда кормит и даёт ему кровь. Вот ты сейчас говоришь типично такой рабской идеологии. Что я могу тебе сказать? К сожалению, да, такие, как ты, тоже среди нас есть. Приходится это признавать. Неприятно, но приходится.